Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. Самвил приходит к ТВ. Стена плача и восторга пустая. Зомбо-ящик унесли. Говорит, ремонт может обойтись при хорошем раскладе в 2,5 тысячи, а при плохом аж в 4. Изина махнула рукой на эту мизерную сумму. Она такая богатенькая буратинка. Даже 2 тысячи для нее пенсионерки это подъемная сумма? Вот что у женщин в голове. Надя сумки возила в то время, как они икру красную ложками ели, а она нет. Зина готова платить за ремонт телевизора, а купить банку той же самой икры за 800 гривен для нее дорого, не по силам. Она сама об этом говорила. Но сделала доброе дело. Нашла мастера, договорилась. Пусть платят сами. Скорее всего, за дверь, которую повесили, тоже заплатила она. Поэтому ТВ за нее и руками, и ногами. Зина, купи, Зина. Зина сгоняет и за свои купит. Ой, какая хорошая Зина. Так и быть. Барыня разрешает прислушивать ей и дальше. Примерно так было и с телевизором. ТВ рассказывает. Зина заплатила Олегу. Он пришел, снял телевизор, отнес к другу на ремонт. Потом принесет телевизор обратно. И то, что вот он бегает, ножки свои белые бьет, за это будет платить Зина. Баба Таня милостиво разрешила ей оплатить эту беготню. Еще и советуется с Самвелом. А за ремонт же, наверное, ты будешь платить. Две с половиной, четыре тысячи. Дорого. Наверное, Зине будет дорого платить. А зачем? Пусть Зина заплатит. Ничего страшного. Деньги у нее есть. Она готова платить? Мама, где твои уши? Мне нравится отмазка бабы Тани. Если она помыла голову, скажет, я помыла голову, поэтому не надела их. В этот раз голову не мыла, но отмазка осталась той же самой. Я голову не мыла, поэтому не стала надевать. Я так и не поняла, какая связь ушей с мытьем волос или его отсутствием. Прям так и осталась для меня загадкой. Побежал Самвел на кухню. Ой, баба Таня капустку тушила к празднику готовиться. Дождаться не может. Самвел же пообещал на праздничный стол капусту стушить. Но раз идут в ресторан, значит, надо это шикарное блюдо готовить самой. Мама уже приготовила ему два жареных бедрушка, одно яйцо. Какое страшное мясо, сказал Самвел. Мамка для него старалась. Это же самое вкусное мясо. Никто так не умеет готовиться, слов Самвела, как мама. Пусть страшное, главное вкусное. Надоело дурью маяться, да? Насколько можно есть одно и то же. Заглянул в холодильник, а там шаром покати. Боже, все мыши скоро придут и повесятся. Уже почти ничего не осталось. Глянул, консервы стоят. Выбрал себе одну. Почки болят, консервы жрет. Потом у него яйца пошла, как по маслу. Глотка, как и у матери, дырявая. Не умеет человек держать себя в руках. Не умеет соблюдать диету. Потом будет ныть на камеру, скулить волчонком. Ой, ребята, так болело, так болело. И все гены гнилые, виноваты. Мать наградила. Только у бабы Тани, судя по анализам, все в полном ажуре. Несмотря на то, что питание, которое он ей назначил, жутчайшее просто, жирное это все, пища такая. А у него постоянно болит. А у нее ничего не болит. Вернулся в зал. Мама стала рассказывать сон. Сны и сновидения. Бывает сон без сновидения, но не бывает сновидения без сна. Не люблю я, когда чужие сны свои рассказывают. Но в этот раз было прикольно. Баба Таня говорит. Ой, сынок, мне за ночь три сна может присниться. Так может быть, она до утра не телек гоняет, а сны смотрит? А ей потом кажется, что это она фильмы посмотрела. Тезис на баба Таня выражаться не умеет. Ей надо начать с мельчайших подробностей. Встала, пошла по маленькому, вернулась. Снова уснула. Это очень важно было нам знать. Не смейтесь. Живут они в старом доме. Севка говорит. В котором жили корова и свиньи? Прям вместе с ними? Или все-таки к дому прилегали эти сараи? Это как? Или действительно в доме жила корова и свиньи? АТВ говорила, что в доме у нее всегда была чистота. Соседки говорили, ой, Таня, у тебя как в городской квартире. Правда, судя по фоткам, которые показывал Самвел, больше похоже было на то, что он говорит сейчас. Жили вместе с поросятами. ТВ видит себя во сне молодой. Дети еще не выросли. Но она уже знает Марину и ждет ее в гости. То, что она начала рассказывать потом, это так похоже на них. Постели, говорит, мы не заправили. В доме к приезду гостей не убрали. Как бардак был, так и остался. Но сейчас то же самое. Приедут к ним гости, а так у них все и остается. Вот как валяются на кровати, так оно и будет. В общем, все ее привычки тянутся с молодости. Маринка приехала, но не одна, с мужиком, где она его подобрала. В автобусе мужик замешкался, не успел выйти, и Маринка его захомутала. Ну, к ТВшке без мужика, ой, то есть без гостинца идти же нельзя. И мужик, то есть подарок, такой, как ТВ любит. Высокий, чернявый, это самое главное. Может, у него морда кирпича просит. Для ТВшки вообще человеческие качества не важны. Главное это рост и цвет волос. Самуэл первый увидел, что Марина приехала не одна, и тут же побежал докладывать маме. У него это с самого детства идёт. Что бы ни случилось, обязательно нужно прибежать и рассказать маме. Не успела Марина приехать и тут же начала командовать. Захотелось ей напиток испить, шиповник с крыжовником. Ух ты, как неожиданно. Ни коньяка попросила, или горилки, раз уж приехала в село. Баба Таня начала метаться по деревне, как цыплёнок с отрубленной головой, и искать шиповник с расчётом на то, что Маринка будет пить только его, и не придётся её кормить. ТВ, скорее всего, даже во сне посчитала, что бульоном из-под яиц напоить её обойдётся дешевле, чем накормить такую тушу борщом. Это поросёнку ведра хватит, а Маринки нет. Вот и весь сон. Такая хорошая подсказка была Маринке с подарком для бабы Тани. Теперь даже страшно за высоких и черноволосых мужчин, с которыми будет ехать Марина, или которые попадутся у неё на пути. Завотел говорит, я тоже вижу во сне наш старый дом, но он мне снится только в кошмарах. А не надо нажираться перед сном. И не общаться, конечно, с колдуньями. И кошмары мучить не будут. ТВ говорит, сынок, А ты когда жил здесь? Какие-то стуки, грюки были? Барабашка покоя не даёт бабе Тане. Самвел говорит, были. Ну всё, сейчас начнутся страшные истории про пиковую даму, красную туфельку, чёрную руку. После того, как Самвел придобрился рассказать маме, что в этой квартире повесился парень, я не удивлюсь, что она будет не только по маленькому не добегать, но и по большому. Мама ничего такого не боится, уверяет нас Самвел. Мам, ты же не боишься? Боюсь, Самвелка. А Дэвин тут чеплявся. Прости, Господи, как это было сказано? Мне стало так смешно. Дальше больше. Да вот тут прямо мама и повесился. Здесь люстра висела с крюком таким. Вот на этом крюку он и вздёрнулся. Дальше Самвел решил подшутить над мамой. Рассказывает ей историю её же жизни. Но только будто это происходило в жизни этого повесившегося парня. Повесившийся труп мёртвого человека. Она вначале даже не провела параллель. Самвел стал рассказывать, будто со слов женщины, соседки он это всё узнал. Говорит, на Новый год мужчина познакомился с женщиной, которая была старше него на 11 лет, с тремя детьми. Стали жить вместе. Он выпивал, женщину и детей гонял. Бегали они к соседям прятаться. Потом она не выдержала и ушла. И он на следующий день повесился. Заскучал, вынесла вердикт баба Таня. Некому стало мужику гонять. И ему стало скучно. Да так скучно, что не выдержал и в петлю полез. Мужика, кажется, Сергей звали мама. А женщину Тане. И до неё так и не доходит. Потом уже, когда он стал смеяться и говорить, что одного сына Самвел, другого Эдик, ещё и дочь была Ира. Ну и потом он признался маме, что Мама, успокойся. Никто здесь не вешался. Всё в этой квартире нормально. Никто здесь даже ещё не умирал. Чистая квартира, всё в порядке. Не выдумывай и не сочиняй. Но он пытался её раскрутить. Мама, скажи, да скажи, что ты не боишься. А мама, нет, я боюсь. Я боюсь, боюсь я этого, сынок. Стучит, гремит, барабашка. Так страшно. На самом интересном месте их прервал звонок Олеси. Баба Таня пряталась у неё, когда они уезжали на Западную. Долго Самвел там пытался скрыть мамино местоположение. Но потом её увидели на улице и секрет был раскрыт. В общем, у этой Олеси день рождения. И она позвонила. Затем, чтобы баба Таня её поздравила. Пока женщины там обменивались любезностями, Самвел рассказал своим зрителям, что камень у него в почке притаился и не даёт о себе знать. Самвел решил, что беда обошла его стороной, поэтому продолжает жрать всё подряд, не соблюдая диету. Но подождём ещё немного. К камню деваться некуда. Подходит он к люстерцу и начал звенеть цепями, которые висят у него на шее. Как на новогодней ёлке стеклянные бусы. В советское время были такие бусы на ёлку. Так же позвякивали. Он раньше золото терпеть не мать, но всё-таки кровь предков она взяла вверх. Стал он крутить все эти цепи. Ой, сколько их там этих цепей. В общем, не миновало Самвелла это. Как сорока. И крест, и амулет. Всё в одной упряжке. Хоть бы шейка его тощая выдержала. Коля, если пару хомутов подарит, то всё может не выдержать. А севка ещё страдает. Что-то вес так плохо уходит. Стоит на месте. Жрать, значит, надо меньше. Сколько он сейчас всего у матери слопал. И мясо страшное пошло. И яйцо. И калорийные консервы. Опять смотрю, на столе солонка стоит. Плевать на почки. Он соль как сжирал, так и жрёт. Мать ест запрещенку. На неё орёт. А сам такой же. Разница лишь в том, что ТВ-шке нельзя сладкое. А ему солёное. И ведь это не единственная пища за день. Вот лапшу на уши вешает, что он голодом себя морит. В концентрационных лагерях жирных не было. Без еды худели все. Поэтому, если он действительно хочет худеть, значит, пусть берётся за себя. И, как он говорил матери, зашью тебе рот цыганской иглой. Вот пора ему приобрести себе такую же. Олеся бабе Тане напомнила про Татьянин день. А она сейчас с Самвелу. Говорит, как отмечали праздники, так и будем. Новые даты нам, ну, типа, не нужны. Зря отказывается. Ласковая телятка двух маток сосёт. Могла бы и по новому стилю отметить, и по старому. Главное найти желающих её поздравить и одарить подарками. А в какой день это сделают, не суть важно. Да хоть 32 июня. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.